В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу членов вооруженного формирования в составе граждан Армении, которые незаконно перешли на территорию Азербайджана с целью совершения террора, сообщает Трент. Судебный процесс состоится над Астаняном Ягишем Аганесовичем, Арамяном Кареном Арменовичем, Авакяном Тиграном Манековичем, Геваркяном Григором Геваргиевичем, Манукяном Авсепом Робертовичем, Мартиросяном Гевардом Самвеловичем, Геваркяном Робертом Авиковичем, Аветисяном Вагаршагом Ашотовичем, Акопяном Володей Гагиковичем, Сукиосяном Андраником Сраповичем, Манукяном Андраником Тиграновичем, Сагателяном Григором Сейрановичем и Гирагусяном Эдуардом Арменовичем. На процессе под председательством судьи Фаи Гаганиева уточняются анкетные данные обвиняемых. Отметим, что ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном Следственном Управлении Службы Государственной Безопасности Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции Службы Государственной Безопасности 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией, 10 ноября 2020 года, трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористическо-подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана. Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали непредусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, в виде организованной группы, заняли боевые позиции в северо-западной части поселка Гадрут Хаджавенского района, за период до 13 декабря 2020 года совершили нападение на предприятия, учреждения и организации, также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники, среди населения или оказания воздействия на принятие решений, органами государственной власти Азербайджана или международными организациями. Как сообщалось ранее, расследование уголовного дела в отношении 14, а затем еще 13 членов вооруженной группировки, завершено и направлено в суд для рассмотрения, вместе с утвержденным обвинительным заключением. Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами, в отношении 13 членов, незаконного вооруженного формирования по статьям 214-2-1, 214-2-3, 228-3, 279-2 и 318 Уголовного кодекса Азербайджанской республики было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджанской республики, было направлено для рассмотрения в суд. Продолжение следует...